Представьте, что у нас есть поток из 200 учеников, и мы хотим найти закономерность между временем, который они тратят на сдачу экзамена, и количеством правильных ответов на этом экзамене. Мы можем разделить затраченное время на несколько категорий, аналогично разделить на несколько категорий результаты экзамена, а затем опросить учеников и посмотреть на их результаты экзамена, а полученные результаты опроса занести по категориям в таблицу. Вот здесь перед нами такая двумерная таблица, показывающая так называемое совместное распределение этих двух измерений, этих двух величин. Например, из нее можно узнать, что 20 из 200 учеников получили от 60 до 79 баллов за экзамен, и на его сдачу у них ушло от 21 до 40 минут. Из этой таблицы можно сделать много разных интересных выводов, но в этом видео мы с вами узнаем о двух новых видах распределения помимо совместного. Одно из них — это так называемое частное или маргинальное распределение. В частном распределении нас будет интересовать только одно из этих измерений. То есть, по сути, мы будем смотреть только на частный случай, на один из двух параметров. Скажем, если нас интересует частное распределение результатов экзамена, мы должны посмотреть на итоговые цифры по каждой строке. Вот этот столбик даст нам частное распределение результатов экзамена. 40 учеников из 200 получили от 80 до 100 баллов. 60 учеников из 200 получили от 60 до 79 баллов и так далее. Частное распределение может быть представлено в виде абсолютных значений или в виде процентов. Чтобы представить частное распределение в процентах, нужно разделить каждое из этих чисел на общее количество учеников, на 200. 40 разделить на 200 — это 20%. 60 разделить на 200 — это 30%. 70 разделить на 200 — это 35. 20 разделить на 200 — это 10%. И 10 разделить на 200 — это 5%. Итак, вот это у нас получилось частное распределение результатов экзамена, выраженное в процентах. То есть 10% учеников получили от 20 до 39 баллов. Можно рассмотреть и другое частное распределение, а именно частное распределение по времени, которое было затрачено на сдачу экзамена. Для этого нужно взять вот эти данные из последней строки. Скажем, 14 учеников потратили на экзамен меньше 20 минут. Здесь нас не интересуют их результаты. 30 учеников сдавали экзамен от 21 минуты до 40. Точно так же можно выразить эти показатели в процентах. Здесь получится 7%, здесь 15%, здесь 43%, а здесь 35%. Еще один термин, с которым вы столкнетесь при изучении похожих совместных распределений, когда будете делать выводы из похожих таблиц, это так называемое условное распределение. Это распределение одной переменной, если мы что-то знаем о второй переменной. Например, таким условным распределением будет распределение результатов экзамена при условии, что ученики потратили на него, например, от 41 минуты до 60. Значит, нас будет интересовать только вот этот столбик. Числа, стоящие в этом столбике, и дадут нам условное распределение. Только здесь важно понимать одну вещь. Частное распределение может быть выражено как в абсолютных числах, так и в процентах. А условное распределение, как правило, выражают только в процентах. То есть условное распределение результата экзамена при условии, что ученики потратили на него от 41 минуты до 60 минут, будет выглядеть вот так. Таким образом, у нас результаты распределены по категориям от 80 до 100, от 60 до 79, от 40 до 59, от 20 до 39, от 0 до 19. И нам сейчас нужно узнать, сколько процентов учеников попадает в каждую из этих категорий из тех, что потратили на экзамен от 41 до 60 минут. В категорию «от 80 до 100» попали 16 учеников из 86. 16 разделить на 86 – это равняется, округлю до десятых, приблизительно 18,6%. Для остальных категорий нужно проделать то же самое. Разделить соответствующее число на 86 и получить соответствующий процент. От 60 до 79 – это будет 30 из 86. И так далее. Так получится полная картина условного распределения. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникают вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них постараемся ответить.